Коронавирус пугает менчан, но последствия страшат еще больше. Минздрав опубликовал список упражнений для переболевших COVID-19. Для того, чтобы их выполнить, вам потребуется всего лишь стул. Итак, первое упражнение диафрагмальное дыхание. Садимся на стул, опираемся спиной в спинку стула. Одну руку кладем на живот, вторую на грудную клетку. Вдох делаем носом. При вдохе надуваем живот, выдох ртом и живот прижимаем к себе. Вдох и выдох. При этом плечи и корпус остаются в неизменном положении. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Второе упражнение. Руки кладем на колени, делаем плавный вдох через нос и с выдохом опускаем голову и стараемся подбородком коснуться до грудной клетки. Еще раз. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Третье упражнение. Руки также остаются на коленях. Делаем вдох, поворачиваем голову на выдохе в исходное положение. И еще раз. Вдох через нос и на выдохе в другую сторону. Еще раз. Вдох и выдох. Вдох. Вдох. И выдох. И последний раз. Вдох. На вдохе через нос. Медленно поднимаем плечи. На выдохе через рот плавно опускаем их вниз. И еще раз. Вдох и выдох. При этом взгляд всегда сдается прямо. Вдох и выдох. Складываем руки в замок на животе. Ладонями разворачиваем наружу. Медленный вдох через нос. Руки вверх. На плавно медленном выдохе опускаемся до уровня клич. И еще раз. В исходное положение. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Замечательно. Следующее упражнение. Руки в стороны. На вдохе. Делаем. Касаемся правой рукой. Левой руки. На выдохе. Вдох. И выдох. И еще раз. Вдох. И выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Следующее упражнение. Руками упираемся в стул. Спиной в спинку стула. Одна нога ровно согнута. В колене прямая. Вторая нога под стул. Плавно смена. И еще разок. При этом дыхание умеренное. Никакого не торопимся. Вдох. И выдох. Еще разочек. На этом мы закончили. Это было несколько знакомительных упражнений, которые, надеюсь, вы выполняли вместе с нами. Дыхательные упражнения. Во-первых, улучшают метаболизм. Во-вторых, укрепляют мышцы брюшного пресса. Очень здорово в качестве профилактики различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ковид, кстати говоря, очень часто используют. Конечно, можно улучшить состояние. Это, в первую очередь, улучшение газообмена. То есть, с дыхательными упражнениями легкие, скажем так, раскрываются. Можно до еды, можно после еды. Два-три раза в день. То есть, это должно быть на постоянном. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!